Здравствуйте! Меня зовут Зинаида Крылова. В литературной рубрике мы говорим о книгах, которые стоят внимания. Лев Николаевич Толстой – фигура, классик мировой литературы, один из величайших писателей-романистов. Его произведения, ну как минимум, Анна Каренина и «Война и мир» известны и почитаемы на всех континентах. Но Лев Николаевич Толстой, он ведь еще и детский писатель. В 1872 году вышла в свет его азбука. Это такой комплект книг, где была, собственно, азбука, первоначальные тексты для чтения, арифметика и какие-то рекомендации, указания для учителя. Через три года Лев Толстой опубликовал новую азбуку. Ее дополнили четыре русские книги для чтения. Именно они у меня сегодня в руках. Так вот, русские книги для чтения – несколько десятков рассказов, сказок, басен, были, природоведческих каких-то описаний, рассуждений. Все вот это для детей от шести лет. Я вас уверяю, мы с вами все это читали в школе, все это проходили в школе. И, боже мой, как важно помнить об этом сейчас, читать или, может быть, перечитать это сейчас. Потому что русские книги для чтения написаны были для того, чтобы обучить детей чтению. Мне ли вам говорить? В наше-то время. Это просто архиважно. Филиппок, косточка, три медведя, лев и собачка. Мне кажется, нет на свете ни одного человека, говорящего по-русски, кто бы не знал этих историй наизусть. Итак, Лев Толстой. Сказки, рассказы, басни и стихи детям. Послушайте. Написав эту азбуку, мне можно будет спокойно умереть, признавался Толстой в одном из своих писем. Рассказать, что такое для меня этот труд многих лет азбука, очень нелегко. Лев Николаевич надеялся, что по его книге будет учиться два поколения русских детей. От царских до мужицких. Это цитата. Действительность, мне кажется, превзошла гордые мечты великого писателя. Ну, потому что по его русским книгам для чтения и учились, и продолжают учиться целые поколения детей. А знаете почему? А потому что язык изложения точен, так сжат, прост и изящен, как будто бы для автора не существует никаких стеснений. Знаете, вот эту книгу надо читать не в разброс, а именно четко, по порядку, с первой по последнюю страницу. Очень последовательно. Новая азбука написана и составлена так, что в ее сказках, былих, баснях смысл постепенно углубляется, расширяется содержание, меняется даже лексика и стиль изложения. И все это учит и побуждает ребенка ко внутренней работе. Нравственное совершенствование человека – главная идея Толстого. И в основе всех его произведений для детей лежит именно она. Все его рассказы, несмотря на то, что они очень короткие, несут в себе огромный смысл и учат детей добру, учат состраданию, развивают чуткость. Они о самом главном. Ребенок начинает понимать прекрасное гармонию, учится отличать добро от зла, узнает, что к другому человеку нужно относиться так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе, что если поможешь кому-то в беде, то все это тебе вернется, что мудрость всегда побеждает хитрость и многое-многое другое, очень важное потом, позже, уже во взрослой жизни. Причем Лев Толстой был убежден, что все это воспитывать в детях можно только исключительно на примерах. Так вот они, эти примеры. Сейчас для передачи я возьму три. Послушайте. Старый дед и внучек. Басня. Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не было. И когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и невестка перестали его за стол сажать, а давали ему обедать за печкой. Снесли ему раз обедать в чашке, он хотел ее подвинуть, да уронил и разбил. Невестка стала бронить старика за то, что он им все в доме портит и сказала, что теперь она ему будет давать обедать в лоханке. Старик только вздохнул и ничего не сказал. Сидят, раз муж с женой дома, смотрят, сынишка их на полу дощечками играет, все что-то слаживает. Отец и спросил, а что это ты делаешь, Миша? А Миша отвечает, это я, батюшка, лоханку делаю, когда вы с матушкой стары будете, чтобы вас из этой лоханки кормить. Муж с женой поглядели друг на друга и заплакали. Им стало стыдно за то, что они так обижали старика. И с впор стали они сажать его за стол и ухаживать за ним. И вот еще короткое. Муравей и Голубка. Муравей спустился к ручью, захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не потопила. Голубка несла ветку. Она увидела, муравей тонет и бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на Голубку и хотел захлопнуть, а муравей подполз к охотнику. и укусил его за ногу. Охотник охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела. Понимаете, вот уже 150 лет с небольшим этим книгам для чтения. Они проверены. Проверены временем, историей, поколениями. Если вы не знаете, как объяснить своим детям или внукам, что такое уважение, что такое трудолюбие, милосердие, сострадание, доброта, самоотверженность, то почитайте ему вот эти русские книги для чтения. Лев Толстой. Сказки, рассказы, басни и стихи детям. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok